2 ноября 2017 года мост на улице строителя Захарова ввели в эксплуатацию и осветили. На мероприятии присутствовал Глеб Никитин, тогда временно исполняющий обязанности губернатора. Для движения мост открыли через месяц. За два с половиной года он не единожды попадал в новостные ленты соцсетей и объективы телевизионных камер. Жители часа сообщали о проблемах на новой конструкции. В июле прошлого года сильным дождем серьезно размыл откос при повороте с кольца на Октябрьский проспект. Упали ограждения и световая опора. После предыдущего ЧП было принято решение уплотнить, сделать дополнительную трубу, вывести сброс с ливневки в пойму реки и положить верхний слой габиона для того, чтобы не размывало. Уплотнили, вывели, положили. Через год ровно на том же месте большие потоки ливня размыли песок, смыли габионы, а это, между прочим, камни, закрепленные металлической сеткой, свалили ограждения и фонарь. По всей вероятности, вся вода, которая скопилась из стекла сюда, с улицы Ленина, Держинки, Александровича, значит, здесь был водоем. Ливневый канализация работала. Ну, а движение машин, как мы знаем, создают волну, которая, будем говорить, перехлёстывала через бордюр. И вовремя не... Ну, в связи с этим произошло и размыв обочины, и размыв дальнейшей. На кадрах любительской съёмки, которые были сделаны сразу после разрушения тротуара, видно, что решётка ливневой канализации забита мусором. Вряд ли бы сквозь неё могло просочиться хоть сколько-нибудь воды. Горожане после прошлогоднего ЧП тоже обращают пристальное внимание на состояние моста. Даже о малейшей ямке на тротуаре было сообщено чиновникам через портал «Умный Саров». Проблему поставили в план на сентябрь. Я просто хочу обратить внимание ответственных сотрудников на то, что и так участок здесь с особым вниманием должен был быть, на контроле. И раз такая проблема уже образовалась, это ямка, надо было, я так думаю, как-то изучить более серьёзно этот вопрос, эту проблему, посмотреть. Они просто, как в очередной раз, присыпали асфальтной крошкой, притоптали и вроде всё хорошо. Но оказалось, что совсем не хорошо. Что стало ключевым фактором для повторного обрушения укреплений моста? Недочёты в строительстве, некачественно выполненные работы по укреплению откоса в 2019 году, ненадлежащее содержание ливневой канализации или непреодолимые силы природы? Здесь о гарантиях говорить нельзя. Я ещё раз говорю, что это чрезвычайная ситуация. Гарантия, если бы вот эти вот, те работы, которые мы в прошлый раз произвели, они бы в процессе эксплуатации дали осадок, дали бы смещение какое-то. Вот эти гарантии. Больше полутора лет ничего не было, потому что не было таких подобных осадков. Ещё раз говорю, это природа-матушка, которая нас сейчас испытывает на подобные вещи. Пока администрация подсчитывает сумму ущерба. Решение о финансировании и сроках восстановительных работ будет приниматься на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.